Добрый день, Анатолий Эдуардович. Нина Ильинична, делец город Гомель. У меня такой вопрос. Мы знаем, что развивается новая индустрия SkyWay. Скажите, пожалуйста, какие специалисты в первую очередь понадобятся для того, чтобы строить эту отрасль? Какие институты могут это готовить? И поскольку в Беларуси довольно остро стоит проблема с трудоустройством, то могут ли студенты какое-то преимущество иметь в трудоустройстве? У нас очень много специальностей. В первую очередь транспортные специальности, машиностроение. У нас сейчас, например, в завостроенной технологии где-то 320 сотрудников. Мы растем каждый день. Из них больше 250 конструкторов. Это и машиностроители и те, кто связан с проектированием мостов, эстакад, зданий, сооружений. У нас есть электроника. У нас же автоматическая система управления. Нам нужны программисты. Нам нужны энергетики, потому что у нас свои будут линии этой передачи и генерирующие мощности электрические. Нам нужны дизайнеры. Посмотрите, как все красиво. Тут тоже дизайнеры поработают. Нам даже поэты, наверное, нужны, которые, да? Да. И вот такие с каким голосом, почему не я выступал? Ну, он лучше все это сделал. И такие нам специалисты нужны, да? То есть во всех областях, фактически, мы за травмой, даже в сельском хозяйстве, даже где же почва, мы тоже свои делаем. Поэтому специалисты в сельском хозяйстве, при этом основа плодородия почв, это гомос, который производит микроорганизмы. Потом даже у нас есть микробиолог в штате. Понимаете? Даже это нам нужно, да? Но если взять то, что есть сейчас вот в образовании, да? Вот у нас, ну, на деле, недели три назад была делегация. Я не буду весь состав говорить о делегации, но был там и ректор с Гомеля Белгута. Это бывший биист. Ну, вы знаете, как-то странная вещь он говорил в нашем доме, в нашем доме. Говорит, здесь ничего нет, никаких инноваций нет, зачем вообще это вы делаете, и кто вам дал право это делать, и почему к нам не ходите, почему вы за разрешением не приходите к нам, так? И мы знаем Юницкого, что он еще 30 лет напротив работал в институте механики металлоправимой системы, у него тогда ничего не было, и сейчас ничего нет. Вот как можно, допустим, в таких вузах готовить тех специалистов, которые нам нужны, так? Поэтому у нас и будут свои образовательные центры, но всему свое время, всему свое время, потому что у нас много специфического, которого нет в других вузах, и они этому не смогут научить. А базовое знание, я, например, учился в Тюмени, вы знаете, я такое классное образование получил, а вообще в школе я в деревне Клюки, это деревенская школа, я тоже так вот вспоминаю, вот смотрю, как дочерь мою учиться, я получил в деревню глухую более серьезное образование, чем дают современные школы, понимаете? Поэтому базовое знание могут давать те вузы, которые есть, меня же не учили Skyway или Spaceway, да, там, а я учил сапромат, начерталку, теоретическую механику, физику, математику, химию, да, вот эти науки, так они общие, их можно готовить в традиционных вузах, а наши специфические специальности можем уже готовить в своих образовательных центрах, которые мы тоже думаем сейчас, как и где их создавать.